привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас сейчас рассвет это значит новый день и это значит новые приключения мы покидаем риф минерва и выходим в новую калейдонию нас ждет 820 морских миль офшора по тихому океану по южному тихому это где-то около 6 дней пути которые мы планируем провести в офшоре и так наш выпуск сегодня переход с минерва риф в новую калейдонию наш переход будет очень разнообразным по погоде как вы видите сейчас у нас здесь чуть-чуть под раздуло около 20 дует вам рассказывать полностью по погодную навигацию я не буду потому что это очень сложно в данном в данном случае дело в том что мы идем в сезон ураганов и два циклона вернее здесь циклоны это южный тихий и сейчас идет два циклона 1 спускается вдоль калейдонии идет на австралию там сила ветра больше 100 узлов и волны 11 метров и 2 ударит новую зеландию и пойдет немножко к верху но мы по погодному окну проходим поэтому я надеюсь будет все хорошо все мы уже идем под парусами мы идем на нашем курсе скорость у нас 7 и 5 ну в общем пока так все оно и останется как есть а вот для чего один а вчера готовила салат оливье чтобы первый день когда вот еще там пристреливаешься пока там погода там меняется привыкаешь чтобы не заниматься готовкой а просто насыпаешь себе тарелочку и пошел его уничтожать да супер удобно один а там шапки меня кстати иногда спрашивают почему мы тепло одеты так в океане на самом деле даже при температуре там 27 градусов наверное как сейчас может чуть чуть больше даже может 29 есть такой параметр как wind chill factor то есть когда дует ветер особенно вот соленый ветер и ты очень быстро теряешь температуру поэтому хочется одеться и в данном случае это вот такой вариант поэтому приходится вот я с длинным рукавом хотя на улице сейчас достаточно тепло то есть чувствуешь на солнце высокую температуру а так вообще не тепло у нас со вчерашнего дайвинга не высох и кип вот так это сейчас выглядит лодка все равно саморуля а тут видно что рулится чем-то перчатками так когда идешь оффшоре нужно очень серьезно контролировать ресурсы проверяем что у нас здесь по энергии так 98 процентов а воды 14 если сегодня у нас есть солнце и мы хорошо заряжаемся то допустим завтра солнца может не быть и поэтому нужно буду делать сейчас поэтому мы берем идем к приснителю запускаемся и варим воду пока есть солнце потому что сейчас у нас 10 утра как это делать я вам уже показывал запускает ожидается и потом накручивается давление и эта штука делает на 60 литров воды в час то есть четыре часа мы поварим и у нас будет там больше чем пол бака точно мы сейчас рыбу не ловим потому что нам не надо после минерва у нас есть лобстеры и вот эта большая махи-махи которую вы видели на переходе когда мы шли на минерва у нас еще и и пол холодильника мы обычно делаем так пока мы вот ловим рыбу пока мы ее не съедим мы больше не ловим вот как закончится начинаем ловить такс ну в общем опреснитель вырубил смотрим 75 процентов наварил воды но более чем достаточно я думаю что до новой калейдонии нам теперь точно хватит мы заряжены полностью то есть по ресурсам все хорошо смотрите внимание об поменялась буквочка на и из было west это значит что мы сменили полушария и если мы были в западном то сейчас переехали в восточное поэтому мы находимся уже на одном полушарии с европой до испании потому что в испании на нулевом меридиане находится марина гринвич она находится где-то на 20 там или чуть чуть больше севера а мы находимся на 20 чем-то юга то есть можно глобус сверлить насквозь и попадем в испанию но пока мы в южном тихом океане вот у нас время заката приближается волны такие приличные сейчас подраздуло но идем ровненько идем 6 с половиной средняя хорошая средняя скорость так народ у меня ночная смена не знаю меня наверно не видно у нас есть речный трафик но это судя по всему рыбаки но они от нас еще так достаточно далеко да джонг джонг да фишинг мы с ними не пересекаемся у нас 4 мили сепей ну что вот у нас горизонт все знают что такое есть созвездие южного креста сейчас я вам его посвечу но мало кто знает что южный крест не показывает на юг показывает на юг пересечение южного креста и двух маленьких звезд проводится такая полосочка и эта полосочка упирающаяся в горизонт показывает где находится юг так что знаете что южный крест это не совсем юг а юг немножечко сбоку доброе утро как у тебя тут дела? нормально идем? нормально идем? что ты нравится как у тебя там ни одного не мешают на юг на юг до до так утренний кофе восход продобыл уже часа полтора час все равно красота утренний кофе восходи так у нас сейчас будет приготовление ужина и на ужин мы будем готовить махи-махи которая у нас осталась еще с прошлого раза и ее мы слушаем вольте в духовке потому что это быстро и не геморрой лук есть морковка тут у нас все теперь гвоздь программы махи-махи сейчас я только положил фольгу и мне кажется что в фольге если ее закрыть оно будет более сочным это есть беря его сейчас ставлю холодильник и когда будет через пару часиков мы уже поставим духовку и 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 на что-то в этот раз минут аж 40 она готовилась обычно готовится там 20-30 минут это просто потолок рыба понятно приготовилась быстро вот картошка такая и тыкаешь она прямо сырая ну ничего выглядит вкусно сейчас будем пробовать насколько она еще и получилось я вторую сюда поставлю проверяю что надо еще соль я щас принесу ну давай пробуй сюда надо сон там специи какие у нас как раз почти закат ужин на закате очень вкусно получилось и достаточно просто все порезал в духовку накидал ну вы видели все вечерний просмотр новостной ленты сейчас будем посмотреть какого какой-то ролик на ю тубе что же происходит сейчас у нас стране все девочка включай скоро у нас будет ночные вахты первое сегодня моя с 8 потом с 11 едины у нас ночные вахты по три часа моя любимая у нас очередное утро море немножечко на всяком случае перестала вот рвань какая быть и у нас восход у нас кстати кофе осталась последняя загрузка в машинку то есть нельзя сказать что прямо мы так в сейф моде находимся потому что мы пьем его по 2 2 раза в день то есть я думаю что дня на 3 нам хватит на 4 может быть в общем по приходу надо будет срочно покупать и прогноз у нас сейчас четко совпадает как вот запланировано ветер стук так и стукает у нас все без изменений идем вот просто как по рельсам что там дина делает это делает ой ой короче тут сейчас два варианта чем можно заняться либо спать либо есть и так как мы идем уже третий день то в принципе это такой день сурка и ты в режиме находишься и принципе ничего не происходит кстати говоря мы же все время селили в полинезии и вот сейчас наш переход стонган в новую калидонию и мы заходим в меланезию это уже не полинезия это уже другой другие люди они даже выглядят по-другому но вот так у нас только что волна у клуба ну а в общем все полинезия бай-бай хотя ниже нас новая зеландия это прямо полинезия полинезия 800 миль в сторону новая халидония и все меланезия которая кстати к меланезия относятся папуа новая гвинея вануату и собственно сама моновые острова вот забор вот вроде и условия хорошие все смотрите видите здесь все мокрое то что иногда такие огромные волны вот приходят сбоку разбиваются оббор такими большими ляпами и если сидишь там с телефоном или с компом то все естественно заливает ну это потому что волны приходят с этой стороны но они сейчас будут стабилизироваться и как-то заходить больше сзади но это еще не сегодня это завтрак так видите давление десять двенадцать это значит чтобы давление чуть-чуть упало это значит что если давление низкая то сюда будет дуть поэтому ожидаем немножко усиление ветра в ближайшее время только что волна прилетела сбоку он весь шмот мокрый насквозь прямо с головой накрыла вот отсюда так вот переоделся в сухенькая и готов к закату вон у нас какой сегодня у нас новый день сегодня ночью было холодно просто жесть я не знаю наверно градусов 15 потому что вот две шапки там ведь их кофты села сейчас буду уже потихонечку вставать пить кофе и у нас сейчас восход сегодня после заката вообще ветер так отключили что даже бум начал хлопать потому что волны большие волны никуда не делись а когда уходит ветер то лодку начинает болтать потому что стабилизировать нечего паруса не упираются на ветер и лодка начинает болтаться и где-то часов до 11 болтались а потом прошла . с небольшим дождиком ну вернее он такой просто поморосил и ветер сразу в моменте включился как будто пробка из бутылки вырвалась и все и опять вот мы до утра идем и поддувает и сейчас где-то 2224 true и аппарент ну наверное там 18 к нас давит то есть тогда будет сейчас разрифовываться и идти побыстрее хорошо видно как забрызгана все здесь он все соль так парус я больше открыл теперь нужно подвинуть каретку для этого мы берем отпускаем вот здесь вот блочок и отпускаем веревку каретка едет назад теперь фиксируем обратно и теперь надо подтянуть парус ну вот все парус есть сейчас чуть-чуть подкорректируем курс ну все и поехали левее в вашей будет и скорость хорошая традиционный утренний кофе и сейчас будем разбираться какого фига yellow brick не отправляют данные на трекинг но он в принципе уже я думаю все это его последние маршруты потому что он реально уже уставший у него уже там и батарея не держит и разъемы я перепаивал в общем короче все ему уже в общем трекер себя исчерпал я думаю что новый я уже покупать не буду вот как треки есть у меня там почти две кругосветки есть так уже наверное она и останется как твое ночное дежурство хорошо лайтово мне повезло у меня вообще не было ветра в первую смену ну так надо было даже подруливать на ветер а вторая смена бодренько с каждой минутой приближаемся к новой календоне еще хочу сказать несколько слов касательно нашего маршрута меня спрашивают а как же фиджи ты пропускаешь фиджи или вануату да в этот раз мы пропускаем фиджи во первых фиджи островное я там не был сула мне не нравится то есть такое место ну большой мегаполис и ничего выдающегося так как мы сейчас идем в сезон ураганов фиджи находится ну прямо на пути куда заходят и раздают много ураганов циклонов южном полушарии то мы решили не искушать судьбу хотя скажем на соседнем острове и даже на сумме есть несколько hurricane холлс то есть места куда ураганы не заходят и в прошлый раз как и когда я был на суве я пережидал ураган там сильно много разрушений было весь остров наломало меня не задело но скажу вам честно я пытаюсь всячески сделать так чтобы несмотря на то что мы идем сезон ураганов пропустить ураганы мимо потому что если это скажем категория 1 2 это просто как шторм категория 3 уже там до 70 узлов на порывах а если это 45 там может быть очень много там 300 300 узлов 200 250 не это просто лодка будет уничтожено это не нужно такое вообще даже примерять на себя и плюс опять же фиджи вануату попуа соломоновые острова это то куда можно спокойно прийти уже из азии то куда мы идем и скажем когда будет сезон мы можем просто по яхтить где-нибудь в этих регионах спокойно придя уже из азиатского региона поэтому мы проходим мимо сейчас мы проходим мы уже прошли фиджи они остались далеко на севере и вот сейчас мы в районе вануату и мы вануату также проходим мимо и идем в новую калейдонию вот это вот собственно наш маршрут который мы сейчас двигаемся сейчас у нас будет завтрак у нас есть заготовленные самосы и нужно просто пожарить на сковородочке и все какие треугольнички в общем сейчас увидите и 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 У меня сзади сохнет то, что накрыло с головой водой. А у Дины тут коробочка громкого звука, они слушают новостную ленту. У меня такая для планшета побольше, для телефона повеньше. Просто прикол в том, что здесь в океане настолько шумно, что даже вот между собой мы разговариваем почти не слышно. То есть нужно повышать постоянно голос, а все устройства типа планшет и все это на максимальной громкости вообще ничего не слышно. Ты вот кладешь его в коробочку и на себя направляешь, и тогда хоть как-то что-то можно слушать. Ну, можно наушники взять, но это не всегда удобно. Несмотря на то, что у нас такая сейчас болтанка стоит такая, ехо, у нас будет в любом случае ужин. Готовить мы будем сегодня лобстер фрай рай, тайскую еду на секунду. Россия встала уже перед другим выбором. Наступать ли в тяжелых условиях и не наступать. И Россия приняла решение наступать. Потому что, ну как бы оборона это оборона, но даже какой-то шина отбитый фанат фунтского телезрителя, несмотря на победные революции Путина, снять свою силу, подоживую силу, технику быстрее, чем накапливать резервы. С другой стороны, Азеевки не стоит двигать еще пытаться. В любом случае, вы увидите, что ланцеты по всему значительной разведкой и прочее-прочее. А в своей очереди со стороны зерканалов есть много публикаций о том, что с дронами все не так уж и просто. В чем здесь, на самом деле, объективная реальность. Реальность и нам попала, нам нужна там для разведки, и мы там для удара. И говорят, не-не-не, она все подотчетно. Жизнь не может закончиться за планетикой. И вообще лучше к этой зиме, чем к предыдущей. Но с точки зрения психологической, конечно, ситуация довольно тяжелая. Тем не менее, Украина продолжает сопротивляться, продолжает воевать. Производство дронов в Ужецкий. Сначала вытащила с дать секунду. В интервью украинских центра местные жители вступали по поводу в Курске. Активисты требовали ввести санкции. Первое – это блокады и обращения. Мы начали собирать распространять такое, опять же, флешку. Они еще один раз показывали, что они, наверное, будут из-за туда, куда есть. Доброе утро. У нас новый день. Как обычно, холодно, жесть. Я даже сегодня одел от мехового медведя. У меня есть такой комбинезон плюшевый. Просто снизу, чтобы было тепло. Но ночью было даже жарко. А вот под утро стало сильно холодно. Я думаю, градусов до 15 падает температура. Ну и ветерочек дует такой приличный. Кстати говоря, мы сегодня за ночь. У нас средняя скорая 6,9. То есть мы так достаточно хорошо едем. Я доволен. У нас солнце еще не встало. Скоро оно вылезет. Я вам его тоже покажу. До цели, до поворота на Новую Калейдонию нам осталось 181 миля. То есть у нас это до поворота где-то после обеда завтра. Но там еще 40 миль. Поэтому, как обычно, будем идти по этому всему ночью. Что я терпеть не могу. Но, на самом деле, ночные заходы это, наверное, 50% всего времени, когда вы заходите. Как ни рассчитывая. Особенно на длинных маршрутах. Рассчитать это очень сложно. То есть будете вы идти 6 или 5 и у вас будет меняться абсолютно все. Мы можем сейчас рассчитывать идти 6 и рассчитать там какой-то этап вечером. Допустим, а будем идти 4 и придем утром себе спокойно. Поэтому тут как бы рассчитывать достаточно сложно. Все еще просто. Поехали. Поехали. Трасс! Яфтинг это всегда у ресурсов. И у нас, смотрите, мамочки, кофе осталось совсем немного. Вот я уже чуть-чуть намолол. И нам нужно, чтобы нам хватило на завтра. Потому что на сегодня мы сейчас еще одну чашечку кофе делаем. А завтра у нас все уже, кофе заканчивается. Но здесь еще как раз на одну загрузку будет. Меня еще спрашивали показать вот этот теплый костюм. Смотрите, это такой, не знаю, показать полностью. То есть прямо такой комбинезон. И он очень теплый. То есть вот такой слиз. И когда реально на улице холодно, вы его надеваете под днепром. И у вас получается, ну, прямо супер тепло и комфортно. Но днем, конечно же, будет жарко. Но это чисто вот ночная тема. Она начнет одеваться. Очень нравится, когда реально такой промозлый. Одеваешь и сразу супер комфортно. Правда, ну, он реально очень теплый. Лови. Ну, а где солнце? Ну, как случилось. Вот, давай. Очень теплая. Очень теплая. Питя, чтобы повернул в даунвинд сильно правее, чтобы выровнять лодку. И тогда вода быстрее течет. Ну, вот такие вот лайфхаки с душем бывают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 и будет еще там миль пятьдесят да конечно будем идти под большим парусом просто под большим парусом ночью спишь плохо потому что все время приходится его контролировать так народ у нас время в очередной раз перевелось сейчас у нас 248 а было 348 то есть мы переехали с дженте плюс 12 на дженте плюс 11 и так как мы уже находимся в ист полушарии то скажем если сравнить с европой то время у нас с европой сокращается но тем не менее мы все равно первое на этой планете встречаем день и у нас уже этот день даже близится к заходу солнца у многих еще даже прошлый день кто в европе так вот собственно вы уже в другом часовом поясе и новая калейдония в этом поясе находится мы уже в нем будем какое-то время так здесь вот банк дилор это около ста миль до новой калейдонии то есть вот новая калейдония это вот маленький банк нам нужно пройти будет его между умели и островком чуть-чуть подвернуть направо и пойти его где вот этот паз находится и вот тут будем там петлять петлять между прочим отсюда до вот этой точке это 40 миль с учетом всей рулежки а здесь вот соточка как я вам говорил мы идем на хвосте циклона который сейчас сформирован и он разгоняется и через несколько дней он должен ударить по побережью австралии и мы вот на его этом длинном хвосте потому что за счет разницы в давлении вот этот длинный хвост туда наливает ветер и мы собственно на этом хвосте идем я вам сейчас фотографии покажу у меня товарищ выложил того места куда этот циклон должен прийти и там всю марину эвакуировали куда вообще непонятно но все ожидают какой-то страшного ужаса ну в общем товарищ мой пишет что идет небольшой дождик вообще ветра нету но это обычно всегда так нету нету а потом как есть в общем буду держать в курсе что там происходит потому что мы этим циклоном пользуемся и он нас должен привести завтра уже в новую калейдонию и так у нас есть новость смотрите видите эту круглую цифру 8000 8000 по-тихому это мы с панамы пересекли дистанцию черточку с 8000 расстоянием вот здесь вот вы видели вот там вот такая была прямо полоска такая по океану вот мы ее только что переехали у нас сейчас небо затянуто тучами они проходят такими фронтами вот первый идет потом с большой пробел и там идет второй это не грозовые фронта это просто такие достаточно плотные тучи и под них немножко дует но они там сильно на погоду не влияют завтра мы планируем что их не будет и будет просто чистая нет видите вот соплю это остров до него около 14 миль и он высокий сейчас я вам покажу на него как раз льет дождь у нас начал дождик поморосить из вот под вот этой тучи это дождик небольшой не страшно но это прелести офшорного яхтинга по прогнозам этого всего конечно же нету но это даже не дождь это просто тучи из которой капает то есть фактически это дождь но дождя нет вот он наш островочек здесь находится небо так затянуло такое темное солнце садится прямо в чернь такую но по прогнозу я еще все же надеюсь что будет погода нормально дождей не будет просто чуть-чуть погуляют тучи особенно на закате и потом рассосется так как мы рядом с островом смотрите сколько птиц куча птиц да какой-то новый вид вот эти белые типа фрегатов только другие всем доброго утра у нас очередной день посмотрите какая красота солнышко встает паруса у нас полный чуть-чуть подрифовали передний потому что ночью не забывала сейчас его раскрою идем мы около шести узлов до новой каледонии нам осталось 30 там с копеечками миль то есть я думаю что где-то в районе обеда планируется наша это но это это не в саму новую каледонию это это только на подходе где уже идут латеральные все буи и все а после этого еще 40 миль поэтому заходить мы будем все таки ночью но ничего страшного это французские от ромер территории а это значит что там будет хорошая навигация все будет обозначено и я думаю будет несложно мы конечно посмотрим но мне кажется что на всех французских от ромерах то что я видел везде нормально ну что уже появляются острова вот смотрите там вдалеке такой полмик это остров известный ильдопин остров елей но чтобы туда попасть нужно сначала зайти в новую каледонию сделать там чекин и потом можно будет ходить уже по островам новой каледонии туда мы тоже я надеюсь зайдем нам дохода осталось 20 миль посмотрите у нас есть ветер ветра по прогнозу не должно быть он каждый день добавлялся добавлялся и мы идем под полными парусами со скоростью 7 и 9 узлов сейчас круто весь путь на парусах хотя были шансы что как минимум пару дней могли бы вы тарахтеть на моторе у нас есть небольшая техническая проблема у лодки смотрите видите угол радара 18 это при том что у нас хорошо настроенная паруса и лодка идет ровно да у нас сейчас есть волна которая нас заносит но это слишком большой угол для того чтобы можно было говорить что все хорошо мое мнение что у нас какая-то проблема с рулевым причем с тем что связано что радар фидбэк то есть угломер который показывает угол он показывает его как бы правильно но это не угол поворота это возможно угол наклона то есть мне кажется что у нас есть выработка под верхней втулкой пера руля и она на волне уходит в сторону и радару приходится доруливать поэтому у нас сейчас лодка делает такие восьмерки как при передозе по ветру но у нас не столько ветра чтобы был сейчас слишком его много на парусах поэтому когда мы приедем на ровную воду надо будет разбирать я почти уверен что причинно-следственные связи в тем в том что либо выработалась втулка либо выработалась посадочное место этой втулки и само перо ездит вправо влево и вот это вот все происходит именно в этой причине но тут чуть-чуть осталось 15 миль до захода поэтому дотянем по-любому так вот там вот полосочка вдалеке это и есть новая калейдония туда мы и идем ее еще видно плохо потому что до островов где-то около 15 миль может чуть меньше но мы скоро туда прибудем и и и Продолжение следует... Господа реки. Вот мы, вот точка, вот заход. Это значит, что официальную программу мы откатали. У нас получилось сейчас на данный момент 780 морских миль, еще 40 миль. Это наш заход уже прямо внутрь, в столицу для оформления. Об этом я вам в этом же выпуске буду тоже показывать. Но пока вот все. Эту часть до Новой Каледонии, которая у нас была в карте отмечена как переход, мы поставили галочку. Дан. Сделано. Чтобы вы знали, размер Новой Каледонии практически 200 с копейками миль. То есть это 500 километров в длину остров. И это очень большой остров. Мы подходим сейчас к южной части этого острова. И собственно здесь вся жизнь находится, а север менее в жилую. То есть там понятно, что люди есть и есть цивилизация. Но все основное, столица Новой Каледонии, все находится на юге. Самый южной части этого островочка. Маленького, в кавычках. Чтобы вы понимали весь заход. Здесь вон куча милей, куча всего. Такой вот сложный заход. Вон тут вот куча всего, тут вот куча всего. То есть короче нам это все надо будет пройти. Там спереди барашки. Я не знаю видно их на камеру или нет. Но там начинается Water Turbulence. Мы сейчас идем. У нас глубина под нами 80 метров. Там 12. И вот это вот видно перепад глубин. Делает вот этот Water Turbulence. Плюс вот это все риф. Его здесь очень хорошо видно. Он не сильно ярко выделенный. Но это риф. И видно если у него вода ходит сюда или сюда. Поэтому у нас сейчас соответственный момент. Мы заходим. Такое Чопи. Видно даже как вода разлетается. Такая именно не ровная, не волнами. Мощно! Видимо вода выходит отсюда. Сюда. На нас. А волны заходят вперед. И получается такое рваное немного. У нас сейчас опять все остросюжетно. Вторая серия. Спереди Water Turbulence. И нас тут болтает. Мы идем под парусами. Но тут конечно серьезно все. Крутит, вертит, разворачивает. Прямо остросюжетно. Задом. Вот так. Мы идем на 1700 оборотов и с полными парусами, и скорость у нас 2,5 узла, очень сильное встречное течение, и вода аж закипает. Верли бы стрёмно. Ну еще метров 300, наверное, или 400, и по идее оно там уже ровное. Это избавило обороты? Да. Тут за счет того, что течение, смотрите, как лодка идет. Есть и крем. Есть скорость такая приличная. Вон сзади там прямо буруные идут. 2,4. Сейчас мы идем у нас в Хортак, то есть левый Гаусс. Идем мы против ветра. Я вообще не люблю ходить против ветра, потому что скорость не очень высокая. Тут непонятно, наверное, есть небольшой крен на правый борт, но при этом нельзя сказать, что мы прямо летим. То есть у нас скорость там около 4,5 узлов, такая относительно черепашья. А нам где-то нужно так пройти 7 миль и потом повернуть, и после поворота, может быть, он будет нам уже удобный ветер. Пока мы идем вот очень-очень остро, там 45-40 градусов к ветру. Я вам говорил, что здесь вот мы пролазим куча милей, смотрите. Рядом с нами риф и вот латеральные буи, которые показывают, что туда ни-ни, не ходите сюда. Тут домика скета. Ага. Вот мы риф сейчас проходим, вот он сбоку. Это его крайняя точка. И дальше наша задача... Сейчас, отсюда не видно. Вот этот край острова мы за ним поворачиваем направо. И будем проходить между вот этими островами вот по вот этому коридору. Будет, наверное, красиво. И вот мы постепенно поворачиваем, и вы видите, появился разрыв между левым островом и вот этой скалой, которая справа. Вот этот вот разрыв там вдалеке, это то, куда нам нужно попасть. Нам туда около 10 миль. И после этого у нас будет достаточно открытая акватория, чтобы еще миль там 15 пройти до столицы. Уже, конечно, удивительно. Идешь в такой остров огромный, инфраструктура, маяки стоят и никого. Ты один здесь. Вон там еще один маяк. И, в принципе, такая большая бухта красивая. Мы сейчас идем, здесь вообще нет ветра, потому что вот эта вот скала, даже не скала, а этот остров нас закрывает. И вот мы сейчас идем вообще как... Я не понимаю, как паруса надуты, потому что у нас ветра аппарент 8. Но идем мы, кстати, 6 с половиной узлов. Как бы это странно не звучало. Ну, они такие надутые на грани сдутого. Вот мейн, например, такой вяленький. Не хлопают. Ну, вот мы вышли уже из вот этого канала и легли прямо на курс. Осталось нам 18 миль. Ну, скорее всего, мы их засветло не дойдем. Нам куда-то вот туда по прямой. Ну что, мы уже вот близко. И наша задача повесить желтый флажок под правый спрейдер. Флажок будет означать, что нам нужно оформление. А вот я что-то нашел только что на палубе. В общем, не выглядит это как что-то такое прямо ценное. Но всякие такие штуки, лежащие на палубе, наводят на ужасные мысли, что где-то это отвалилось. Что-то может быть. О, Ферри несется. У него, кстати, скорость 40 узлов, чтобы вы понимали. Быстрая фигня. Ну что, народ, подведение итогов. По погоде мы все сделали просто идеально. Я не знаю, идеальнее, наверное, придумать будет сложно. Потому что мы рассчитали наш везер-рутинг с учетом трех циклонов, трех ураганов, которые проходили. Первый, который сегодня ударил Австралию. Второй, который прошел Новая Зеландия. И еще один, который потом пришел в то место на Минерву Атолл, с которого мы выходили. Маленький. Но, тем не менее, мы прошли на трех хвостах. И получилось даже зайти практически в, собственно, в порт, в марину на парусах. То есть 810 миль из 820 миль мы прошли на парусах. И погода была такая, что нам это все дуло идеально. Поэтому, друзья, я считаю, что мы со своей задачей справились. Вот такой яхтинг должен быть скучный. Когда ничего не происходит. И вы доходите вот в таком режиме туда, куда вам нужно. И не занимаетесь какой-то фигней по дороге. Ну, а я вам сейчас еще последний рывочек. Я вам покажу, как мы будем заходить. Мы заходить уже будем по темноте. Но по всему остальному вы все видели. И я свое резюме сделал. Как тебе переход? Мне, в принципе, понравилось. Потому что мы очень быстро дошли. Погода была хорошая. Ветер был всегда. Всю дорогу. Не было дождя, что немаловажно. Ну и, в принципе, какая у нас средняя скорость? 6,5. 6,5. Вот. Поэтому мне понравилось. Мне быстро ходить нравится. Ну и мы реально прошли в общей сложности. Миль 800? 810 на данный момент. 810. Вот. 810 это с... Суммарно. А, суммарно больше тысячи с этого, с Куалафа. Вот. Это прямо ой-ой-ой. Это почти последний рывок до Асии. Но на самом деле бред последний. Нам останется еще один большой переход. И меня это не может не радовать. У нас, вон, солнце ушло за горизонт. Чуть-чуть не успели. Буквально на часик, может быть, на полтора. Нам еще идти около 6 миль. то есть полчаса и потом темнеет и вот это вот полчаса в темноту мы заходим ну вот мы и стали уже в новой каледонии стали на якорь завтра уже будем оформляться и делать уже переходить в марину на этом наш выпуск подошел к концу мы вам показали этот великолепный переход подписываемся на канал ставим лайк проверяем колокольчик и до встречи в следующем выпуске а мы пошли отдыхать пока